приветствуем наших подписчиков и гостей канала эзотерика для тебя друзья мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке сегодня в этом видео мы поговорим о том что можно и что нельзя держать в нашем доме очень важная цена информация поэтому пожалуйста просмотрите это видео от начала до конца эта информация вы нигде не найдете в интернете знаете мы сами живем в мире который пронизан невидимыми нитями энергии и эти потоки могут как созидать так и нести разрушение в нашу жизнь и многие привычные для нас вещи обладают особая энергия энергия которая может действовать во благо нам а может отнимать наши жизненные силы дело в том что каждая вещь в нашем доме по разному воздействует на наше здоровье на наше настроение на наше биополе и чаще всего предметы которые отнимают энергию вызывают и негативные эмоции и это является одним из главных признаков того что от них стоит избавиться другие же вещи привлекают наше внимание и создают умиротворенное настроение желание расслабиться или наоборот значит начать активно действовать и чтобы вы понимали любая вещь она обладает энергетика от того позитивно она или отрицательным во многом зависит и атмосфера нашего дома с годами наши квартиры наполняются самыми разными предметами и вещами от нужных которые мы с вами используем бы туда украшающих интерьеры наших комнат и в минувшие века человек всегда знал какие вещи добрые а какие знал и также наши предки знали из какого материала должно быть все сделано но вы должны понимать что некоторые вещи могут действовать как магниты притягивать не позитивную энергию а наоборот негативную энергетический вампиризм присущ многим предметам обихода с которыми вы можете связывать свою жизнь каждый день вы можете пользоваться чем-то постоянно но на самом деле это может оказаться большой ошибкой со временем плохие вещи становятся только сильнее ухудшая наше настроение а иногда и самочувствие 99 процентах случаев люди просто не понимают почему они стали плохо высыпаться неважно себя чувствует почему у них например болит голова почему их преследует неудачи и так далее дело в том что такие негативные вещи способны даже стать причиной раздора между влюбленными людьми между родителями и детьми между братьями и сестрами и так давайте поговорим о вещах которые действительно несут негатив в наш жизнь вы знаете одно из самых разрушительных видов энергии обладают и оставляют наши недоброжелатели наши завистники которые желают навредить нашему счастью и благополучию и поэтому это могут быть маленькие какие-то мешочки вашей квартире булавочки иголки гвоздики которые вотмуты в косяки дверей или иные укромные места в любом случае при нахождении таких вещей которые не вы не ваша семья не имеют никакого отношения лучше не трогать и постараться как можно быстрее избавиться от такого соседства следующие друзья сомнительные подарки которые могут нести разрушительную энергию поэтому неожиданные презенты от людей которые не проявляли к вам симпатии постарайтесь не брать голыми руками вежливо поблагодарите а про себя скажите такие слова ко мне не приставай верни хозяину то что он пожелал если вам преподнесли подарок но человек это вызывает только негатив то знаете что такая вещь обязательно будут вещи вампиром она будет высасывать энергию из вас и ваших близких пока вы не избавитесь от нее продайте и выбросите сделайте все что угодно но только вынесите за пределы вашей квартиры это очень опасно потому что вы ставите себя под удар такие вещи лишают людей удачи хорошего настроения и даже здоровья не исключено что эта вещь будет действовать как прав пока как проклятие или сглаз если это что-то маленькое может гореть то можно даже сжечь такой подарок для большой уверенности в том что он не будет иметь власти над вами далее друзья вещи связанные со смертью и или олицетворяющие ее потому что они обладают аурой разрушения это кости черепа рога шкуры животных чучело и прочие части животного мира атрибутика отсылающие нас к смерти в том числе нарисованные какие-то скелеты и так далее также не несет ничего хорошего обладателю таких предметов далее драгоценности и историю которой драгоценности которые вы не знаете знаете они могут обладать энергетикой которая способна навредить вашему энергетическому полю особую опасность представляет натуральные камни которые были украдены или которые принадлежали людям с магическими способностями если вы любите украшения приобретайте их только у проверенных продавцов и подбирайте правильно например каждому знаку зодиака присущи определенные минералы которые и помогают и защищают своих хозяев от бед и неудач далее друзья статуэтки некоторых птиц знаете приносят неудачи ваш дом статуэтки галок всевозможных болотных птиц и ворон поэтому статуэтки такие не держите у себя в доме далее друзья предметы с изображением рыб они могут ослабить вас и сделать уязвимыми для наведения порчи из глаза далее ракушки казалось бы ракушки безобидные на первый взгляд но они влияют именно на сердечно-сосудистую систему а также являются проводниками ваш дом грабителей и людей с нечистыми помыслами далее друзья битая посуда сколы трещины на ней мы неоднократно об этом говорили что именно такие вещи являются проводниками негативной энергетики также является нож оставленный на ночь на столе он также притягивает не огонь негатив и охотно делится уже отрицательной энергетикой с хозяевами дома наши которые вы оставляете на столе на ночь они аккумулируют негативную энергию и притягивают всякую нечисть которая получая вот эту энергетическую подпитку от этого ножа надолго остается в вашем доме тем самым нарушая ваш сон покой и уют кроме того нож становится опасным так как им легче нанести себе внезапные и неожиданные порезы помните об этом также обращаем ваше внимание обувь и одежда которая пришла в негодность они не должны вот такие вещи оставаться вашем доме особенно это касается домашних тапочек помнить они накапливают достаточно сильную отрицательную энергетику которая не дает позитивной нормально циркулировать по дому пространство в доме должно быть свободным от всего лишнего не бойтесь освобождать место для новых вещей выбрасывая старые вещи или хлам конечно речь идет не совсем о старых предметах гардероба а здесь о рваных а грязных которые уже точно не пригодны для нормальной носки многие люди занимаются складированием таких вещей и они боятся расставаться с ними но нужно научиться выбрасывать и потому что вместе с ними вы выбрасываете проблемы плохое самочувствие и темные мысли если ваша старая обувь или одежда ухоженные выглядят нормально то все будет хорошо оставляя в доме ненужные вещи вы тем самым программируйте себя на бедность стремление держаться за старые вещи это верный признак психологии бедности помните о том что и старые вещи не дают возможности вам приобретать новые потому что они аккумулируют отрицательную энергию что может сказываться и на само чувстве и на удачу а в целом далее старый календарь и помните о том что прошлое должно оставаться в прошлом нельзя его задерживать поэтому не стоит календарь за прошлые годы оставлять у себя в квартире и потому что это приносит неудачу далее не работающие часы дело в том что часто бывают такие ситуации что красивые но в то же время не работающие часы служат украшением интерьера и это большая ошибка нельзя хранить дома такие вот поломанные век вообще не только не работающие часы но любые поломанные вещи особенно это касается часов потому что они все-таки считается сильным источником негативной энергии далее друзья разбитые зеркала вы должны понимать что разбитые зеркала они притягивают беды разбитое зеркало но само по себе уже искажает позитивную энергию превращая тем самым ее в темную поэтому во все времена было принято избавляться от разбитых стекол и зеркал и к сожалению многие из нас держат разбитые зеркала дита на дачах жалея денег на новые но вы знаете это в корне неверно еще хуже когда даже целые зеркала висят перед входной дверью это тоже нужно исправлять немедленно далее обратим внимание на наш с вами грязный пол это очень плохая народная примета все что касается чистоты в доме к этому нужно относиться очень внимательно потому что грязь на полу привлекает бедность а также что немаловажно разрушает денежную удачу пыль же это враг вашего здоровья потому что она задерживает обновление энергии пыли лучше протирать раз-два дня мусор ни в коем случае не должен копиться в вашем доме грязная посуда если она есть должна лежать в раковине и самое ближайшее время вымыто мусорные пакеты нельзя копить нельзя ставить к входной двери не снаружи не изнутри потому что это блокирует все входы и выходы для энергии и очень часто возможно вы зависит замечали что выставляет мусор за дверь это тоже неправильно убирайте его в отведенное место и не складируйте и старайтесь вообще мусор выбрасывать всегда во время далее друзья сломанная техника и электроника многие люди не выбрасывают мобильные те же телефоны с разбитым экраном или вообще не работающие гаджеты не копите все это потому что электроника имеет свои особые минусы если она не работает особенно это касается телевизоров которые некоторые можно называть энергетическими порталами потому что через технику циркулирует негатив и пока она работает это все остается внутри когда телефон телевизор планшет и так далее выходят из строя то получается то что называется блокировка энергетики поэтому всю накопленную негативную энергию устройство начинает отдавать во внешний мир далее старый веник то чем мы с вами выметаем мусор должно выглядеть всегда аккуратно старые веники приносят только беды от них мы можем даже часто болеть и лишатся удач при этом во всех сферах нашей жизни поэтому избавляйтесь от старых веников от сломанных швабр а также чрезмерно грязных тряпок не скупитесь на новые средства для уборки дома они сами по себе могут быть мощнейшими магнитами для негативной энергетики далее друзья пустые бутылки и макулатура помните бумага и стекло является самыми хорошими проводниками для негатива потому что он к ним так и липнет да есть менее безопасный хлам но бумага и стекло это вершина опасности старые журналы газеты это очень плохие спутники вашей жизни они накапливают пыль захламляют пространство поэтому их нельзя держать даже в сарае не говоря уже о месте где вы спите где вы едите или вы отдыхаете далее поговорим о растениях с иголками это и кактус и розы шиповник знаете они являются живыми блокировщиками позитивной энергии которая идет от окон если вы хотите завести кактус то поставьте его рядом с компьютером или телевизором но только один и не более и вообще все что касается любых острых предметов в том числе элементов отделки декора вообще нужно быть осторожно потому что это все влияет на вас также сухие растения друзья одну к примеру камыш они способны вот и ковыль тот же до способны спровоцировать заболевания и гибаном и прочим композициям из сухих цветов не место в вашем доме далее друзья друзья увядшие или искусственные растения если одно из растений погибло выбрасывайте его без жалости потому что ничего хорошего вам дом ваш дом она не принесет какие искусственные цветы считается что именно такие увядшие растения приносит только проблемы и болезни также фотографии печатного типа с дефектовыми обращаем внимание что многие люди хранят дома старой фотографии которые дороги им как память о былых временах и о людях это нормально но фотографии не должны быть потертыми сейчас очень множество услуг по восстановлению и оцифровки фотографии выбросите старые фотографии которые не передают картинку нормально заметьте их электронным вариантом если не хотите чтобы старые образцы забирали у вас энергию эффект схож и с разбитыми зеркалами но он менее заметен не стоит рисковать и настоящим ради прошлого также убирайте старые ненужные вещи потому что они оттягивают энергию на себя старые вещи нужно выбрасывать безжалостно очищая пространство вы подаете сигнал о своей готовности меняться и принимать свою жизнь изобилие и счастье конечно не стоит избавляться от какого-нибудь раритета ну например комода если вам он очень дорог или достался достался в наследство от любимой бабушки но здесь действует один принцип какие эмоции или вас по воспоминания у вас появится когда вы смотрите ли когда вы пользуетесь этим предметом если неприятные то избавляйтесь от него конечно же старинная мебель смотрится изысканно и придает определенный уют дому но не следует держать в доме мебель если вам не известно ее происхождение и конечно же обязательно делайте предварительную чистку старинная мебель вы должны понимать она сохраняет энергию своих предыдущих хозяев следовательно очень важно для очистки ее энергии использовать сосновые иголки соль благовония и старых домах мебель долго стоит на одном месте тем самым она собирает грязь энергию таким образом застаивается и быстро перерастает в болезнетворную энергию помните друзья и о том что наш дом является проекция тела и души человека это что находится в доме связано только с нашим будущим с нашими желанием и нашим подсознанием также обращаю ваше внимание очень важно обращать внимание это что у вас есть друзья теперь вы знаете что ни в коем случае нельзя иметь своем доме обращайте пожалуйста на это особое внимание для того чтобы не привлекать разрушение и негатив не только в свой дом но и в свою жизнь друзья мы надеемся что наши советы и наши рекомендации вам помогает жизни с вами как всегда был канал задарика для тебя друзья обязательно подписывайтесь на наш канал также обязательно подписывайтесь на наш телеграм-канал ссылка в описании к этому видео на наш телеграм-канал там также очень много полезной важной нужно интересной информации ставьте лайк поэтому видео обязательно поделитесь этим видео с теми кого вы любите кого вы цените кому вы желаете мира любви и гармонии но прямо сейчас друзья вы на экране видите два прямоугольника это следующий рекомендованные видео для вас нажимайте то видео которое вам больше интересно и смотрите там много полезной важной нужно интересной информации